Покупая технику, мы не всегда задумываемся о ее истории, а ведь многие из них проходят огонь, воду и медные трубы. Одной из таких компаний является АЭГ, о ней и пойдет речь. История предприятия начинается в далеком 1883 году. Тогда ее основатель Эмиль Ротенао выкупил патент на производство лампочек. Собственно, на долгие годы это и станет основным направлением для компании. Изначально ее назвали немецкое общество прикладного электричества. Уже привычное нам название АЭГ появилось спустя 4 года. На тот момент в компании появился и новый сотрудник Михаил Добровольский. Он, отдавая все свои силы работе, сделал множество открытий. Например, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Главное его применение – преобразовывать электрическую энергию в механическую. Также Добровольский выделился на международной электротехнической выставке. Он запустил передачу переменного тока на большое в то время расстояние 175 километров. Компания начала развиваться стремительно и спустя недолгое время стала конкурентом лидера электроэнергетики Симон Сент-Хальски. В 1897 году в АЭГ приходит архитектор Петер Бернес. Он занимался проектами многих заводов и точками розничной торговли. Также он спроектировал логотип, шрифт которого по сей день остался таким же. Спустя короткое время АЭГ заполонило все области электроэнергетики. Ведь компания придерживается философии – мы должны быть первыми всегда и во всем. Лампы, электродвигатели, стиральные машины, холодильник, плиты и многое другое. Большинство из вышеперечисленных вещей появились впервые на свет благодаря именно АЭГ. В начале девятисотых компания изобретает прибор для сушки волос, зарегистрировав за собой право на использование слова «фен». Даже сегодня фены марки АЭГ применяют буквенный знак тех времен – ФОЭН. В 1910 году компания делает первые шаги в производстве самолетов и во времена Первой мировой войны представляет свой первый бомбардировщик. Спустя пять лет из жизни уходит основатель компании Эмиль Ротенау. И, как полагается, бразды правления переходят к рукам его сына Вольтера. Начиная с 1935 года компания становится первой, кто произвел встраиваемый холодильник «Санта». В этом же году Берлин принимает крупную радиовыставку, где АЭГ презентуют первый в мире аппарат магнитной записи, название которого – магнитофон К1. Во время Второй мировой компания активно производит приборы ночного видения – ПАК-40. Само собой, окончание войны стало непростым испытанием для компании. Центральный офис был разрушен, а также изъяты несколько заводов. Поэтому управление и оставшееся производство перевели в Гамбург. И уже там, в 1948-м, запускается производство высоковольтных распределительных устройств и машин для печати билетов. Следующее знаковое событие происходит спустя 10 лет. Компания набрала обороты и начала удивлять мир новыми изобретениями. Тогда предприятие представило первую в мире стиральную машину-автомат – лавомат. Рекламный слоган которого звучит так – опыт гарантирует добротное использование. Как вы могли заметить, ее размеры схожи с сегодняшними образцами, вот только объем вещей для загрузки был невелик. В 1961-м году выходит первая встраиваемая морозильная камера. Кстати, если ее сравнить с сегодняшними, то она больше напоминает переносной холодильник. Три года спустя появляется первый сушильный барабан, что становится на то время диковинкой. Ведь все люди привыкли сушить вещи на веревках. Начиная с 70-х, количество сотрудников компании достигло 178 тысяч. Согласитесь, внушительно. Но несмотря на это, компания впадает в кризис, а все из-за неудачных проектов. Одной из таких затей стало строительство конвейера для багажа в аэропорту Франкфурта. Все это привело к тому, что компания продолжительное время работала в минус. Тем не менее, в 1977-м году АЭГ выпускает первую полностью электрическую плиту. А начиная с 80-х оснащают свои стиральные машины технологией ОКО. Это означало, что в процессе стирки машина потребляла меньше моющего средства и воды. Тем не менее, до 2000-х компания брала кредиты и переходила множество раз из рук в руки, подвергаясь различным изменениям. В этот момент кажется, что история АЭГ закончена и все, что строилось на протяжении 100 лет, можно просто перечеркнуть. Бывший центральный офис снесли, а на его месте возвели новое здание. Закрытие привело к длительной забастовке не только сотрудников, но и потребителей, которые не остались в стороне. Договорившись об оформлении кредита, в 2005-м году владельцы предприятия переводят свои производственные мощности в Польшу и Италию. Теперь все приборы быта, кроме духовок, плит и варочных панелей, производятся за пределами Германии. В этом же году компания Электролюкс выкупает права на бренд и берет управление в свои руки. В 2008-м году останавливается производство стиральных машин марки АЭГ. Но спустя год предприятие возобновляет работу, используя все то же имя в составе концерна. После этого мы можем наблюдать уже успешное производство, которое длится по сей день. Я считаю эту компанию по праву легендарной, ведь она прошла множество испытаний, несмотря на которые умудрялась быть первой практически во всем. Кстати, в этом году АЭГ празднует 135-летие. Чем они только не занимались. Самолетостроение, плиты, холодильники, стиральные машины и многое другое. Так что сегодня мы можем наблюдать стильную и надежную технику, которая прослужит вам долгие годы верой и правдой. Моя история подошла к концу, а история АЭГ продолжается, набирая обороты и при этом держа высочайшую планку качества. Напишите в комментариях историю, какой компании вы бы еще хотели узнать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. А также узнайте, как развивались посудомоечные машины и ответы на самые популярные вопросы о холодильниках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok